Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» Христос воскрес, воистину воскрес, мне многие из вас вторят, что Он воистину воскрес, такого Иисуса мы исповедуем, о таком проповедуем, такому мы служим и такого Христа Господа Спасителя мы любим. Поэтому удобно устраивайтесь, приветствую один из старших пастырей церкви Вифания, пастыр Павел Распатнек. Спасибо за приглашение. Очень приятно, ты знаешь, мое к тебе открытое сердце, и изменению этому нет, я рад снова тебя видеть. Слава Богу. Господь добрый, милостивый. И вот, пастыр Павел, мы будем говорить о том, что прошло одно горе, и мы встретили второе, мировое, то, что происходит сегодня в Европе. И мы открытым текстом говорим то, что происходит в Украине, то есть война в Украине, которую никто практически не ожидал, предполагали, думали, подозревали, но то, что в такой форме, в таком масштабе, столько убиенных, никто не ожидал. Пастыр, в основу нашей с тобой встречи и беседы для общего нашего с вами, друзья, назидания, знаменитое место апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, в первое послание, это 15 глава. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Наряду со всеми этими, пастори, все-таки есть свет в конце тоннеля. Да. Есть надежда и упование все-таки для любого из нас, верующего в Господа Иисуса Христа. В этом суть всего Евангелия. В этом суть всего Евангелия. Иисус Христос, апостол Павел сказал, я напоминаю вам Евангелие, братья. И в чем это Евангелие заключается? Что Иисус Христос умер, погребен и в третий день воскрес. Он умер как человек, Сын Божий, который пришел с неба, взял на себя грехи, преступления, вину всего человечества, умер за грехи всех людей и воскрес из мертвых, первенец из умерших. Никто до этих пор не воскресал из мертвых, но он воскрес, первенец из умерших. Первородный между братьями, говорит Писание. И своей смертью он разрушил смерть. И что явил нам? Жизнь. Он для этого и пришел. В этом суть Евангелия, что написано, что Божья любовь открылась к нам в том, что Бог послал на землю Сына Своего. Для чего? Чтобы мы получили жизнь через Него. Потому что трагедия с людьми случилась, которых Бог сотворил для вечности, для бессмертия. Мы есть духи бессмертные. Люди должны жить вечно. Это венец творения Божьего. Самое лучшее, что Бог сотворил, похожего на себя, по своему подобию, по своему образу. Это человека выше ангельского мира. Но произошла трагедия. Грех вошел в мир. Посредством греха смерть. Грех и смерть перешли во всех людей. И посредством этих двух вещей дьявол поразил человечество. Люди лишились Божьей жизни. Лишились вечной жизни. Стали грешными. Стали смертными. Отчужденными от Бога. Без надежды на вечную жизнь. Потеряли образ и подобие. То, для чего Бог их сотворил. Но вот Бог, написано, так возлюбил мир, что на землю послал своего Сына, Единородного Иисуса Христа, праведного, непорочного, святого, который такой добрый. Иногда люди думают, что Бог, Он не такой добрый. Но Бог, Он есть любовь. Он любит. Он так полюбил грешный падший мир, свое творение, что Иисус Христос пришел. Не было другого, ни ангела, никакого другого человека, праведного, святого, который мог бы стать за всех людей, как жертвой. Потому что все грешные, все совратились, написано. До одного не годны. Лукавое сердце человека крайне испорчено. То есть земля наполнилась злодеяниями, написано так в Библии. И вот Иисус Христос, святой, праведный, пришел на землю, служил людям, делал добро, исцелял больных. Говорил о Боге, говорил, что есть Царство Божие, говорил, что есть вечная жизнь. Но вот люди погибли. И вот чтобы примирить их с Богом, он на себя взял. Перенес эти тяжкие муки, страдания. Отчужение от Бога. Потому что он на себя, он стал этим преступником. Вот в эти дни мы, мы как бы перед Пасхой, мы говорим о его страданиях. И вот Бог его оставил. Боже, для чего ты меня оставил? Отделен был от Бога. И написано так в пророческих псалмах, что между мертвыми брошены, как убитые. Как убитые. Ярость гнева твоего прошла надо мной. Ты поразил меня стрелами твоими. Праведный, непорочный, агнец Божий, заклан за грехи всего мира. Взял на себя эту тяжкую вину. Почему? Потому что грех, это то, что Богу, это чуждо его природе, его естеству. То, что разделило нас с Богом. Но он взял это на себя. И воскрес. Разрушил смерть. Разрушил державу смерти. Победил дьявола. Явил нам жизнь. Нетление. Вот на земле все тлеет. Написано, вся тварь синает, мучается. Все творение. Не только человек. В результате грехопадения написано, вся тварь и растение. Вот расцветает цветочек красивый. Завял и умер. Дерево начинает расти красиво, растет, проходит время, и дерево умирает. Человек умирает. Животные, растительные. Все подверглось на земле. Все творение подвержено рабству тлению. Все умирает. И вся тварь, все творение стинает и мучается, ожидая откровения славы Сыну Божьей. Но написано, и мы стинаем, имея в себе начаток духа. Все те люди, которые поверили Христа, приняли Евангелие, примирились с Богом посредством жертвы Иисуса Христа. Мы имеем в себе начаток духа. То есть мы пережили рождение свыше. Бог дал нам новое сердце, дал нам новый дух. Для того, чтобы войти в царство, нужно родиться свыше. Должно вам родиться свыше. И вот христиане, они имеют в себе это начало божественное, нового человека, нового творения. Но и мы стинаем в себе, и мы мучаемся. Почему? Потому что ожидаем искупления тела нашего. Мы еще, хоть мы дети Божьи, верим в воскресенье, в вечную жизнь верим. Но мы еще находимся в наших телах. И мы умираем, и мы тлеем, и мы стареем. И мы приходим в состояние, как Псалмопейс говорит, оскудевает сила моя. Мы оскудеваем, мы старше стоим. Я уже за 60, уже чувствую, не то, что 30 лет. Возраст приходит. И надо умирать. Кто из людей жил и не видел смерти, Библия говорит. Мы все умрем. Не будет того вовек, чтобы остался кто жить на земле и не увидел смерти. Все идут в могилу, все умирают. Но Иисус Христос разрушил смерть. Явил нам, в этом суть Евангелия, пастор. Это великая весть для всех людей. Жить вечно. Война на Украине, горе, пандемия. Умирают люди. Много умирает. До нас жили миллиарды людей. Сколько? 6-7 миллиардов сейчас. А сколько за 6 тысяч лет? Много людей умирали. Идут в землю, идут в землю. Но Иисус воскрес из мертвых. Победил смерть, разрушил смерть. И вот это тление Он разрушил. Явил нам жизнь. Явил нам нетление. Иисус сказал, ядущий плоть мою, пьющий кровь мою, жить будет новым. И я воскрешу его последний день. Будет воскресенье мертвых. Будет. Все люди, которые Бога поверили, которые творили добро, исполняли Божьи заповеди, они воскреснут из мертвых. И мы будем жить вечно в нетленных телах. Ничего не будет там тлеть. Апостол Петр говорит, призвал нас к наследству какому? Нетленному. Это значит, там уже не будет этого рабства тлеть. Там все деревья будут никогда не умирать. Цветы будут всегда цвести. Мы будем всегда молодые. Вечная жизнь, пастор. Это вообще... Я в Сан-Франциско проезжал, видел, написано, институт продления жизни. Вот институты, как жизнь продлить? Но вот грех пошел и смерть. Умирают люди. Кто жил, не видел смерти? Вот институт продления жизни. Вот Евангелие, это институт. Но Иисус Христос, Он есть жизнь. Он победил смерть. И Он... Я живу, и вы будете жить, Иисус сказал. Жив Господь. Моему отцу на днях буквально было некое видение. Некое видение. Он очутился в таком месте, говорит, там такое разнообразие и такое благоухание цветов, что говорит, я вам не могу дети передать. Это на днях было. В последнее время Господь показывает отцу. Да, да, да. Уже небеса предвкушает. Небеса предвкушает. Ну вот в этом году 92. Вот. Но он здравий, слава Богу. Слава Богу. Да, и мама, и... Я слышал, что они сами еще живут в доме. Да, да, они сами живут. И мама там еще ухаживает по дому все делает. Да, у мамы, да. Ты приедешь к маме в 11-12 ночи, она не спит еще. Она еще активно работает и читает Библию. Они много пребывают в чтении, в молитве. То есть, и вот отцу было показано, насколько и голос был. Скажу, какой голос был. Насколько, говорит, я не могу передать того благоухания тех цветов, разнообразия и разновидностей, разновидностей и яркости тех золотых в разной форме цветов, которые я видел. И голос, говорит, я услышал. Если бы, говорит, мой народ знал, какое место я приготовил для них, их сердца не были бы так прилеплены к этой земле. И отец, говорит, начал от этих слов сильно плакать, сильно рыдать. И это было до утра. И он так и проснулся со слезами на глазах. Ну, не то, что проснулся, он пришел в себя. То есть, это то, о чем ты говоришь. Что все-таки они стремились к лучшему, то есть к небесному. Если и есть что-то на земле лучшее, так это небесное. Все остальное, это так, это все проходящее, это приходящее, это кратковременно. И это все сгорит. Земля и дела на ней сгорят. Пастор, мы с тобой недавно только школу окончили. А это было 50 лет назад. 50 лет назад. Кто же мог подумать? И так и жизнь проходит. И так и жизнь проходит. И насколько блаженнее и счастливее мы с тобой и тысячи из вас, у которым дано это познание от Бога, это открыто Богом. Вот эта вера, как я ее называю, вера евангельская, она дает нам перспективу. Ну, мы же понимаем, живя на этой земле, но мы все-таки небо жители. Небо жители. Да, мы граждане своей малой родины, Украины, Америки. Еще, может, кто-то там, некоторые имеют 3-4 гражданства. И европейское, и израильское, и американское, и украинское. Но имеешь ли ты гражданство небесное? Вот это вопрос на злобу дня. Это самое основное. И это, право на это гражданство дал нам воскресший Иисус Христос. Я живу, он говорит, и вы будете жить. Я вот тебя внимательно слушал, и вот представилась мне такая картина. Вот смотри. До Христа, до смерти Христа в Иерусалимском храме, в Скинии собрания, в еврейском народе, в израильском народе, было принесено в жертву миллионы, миллионы. На каждую Пасху приносили в Иерусалиме сотни тысяч разного вида и рода животных. Сотни тысяч. Это было кровопролитие. И вот на чаше весов было вот этих миллионы убиенных животных и кровь этих животных. И на чаше весов кровь Иисуса Христа, принесшего себя в жертву за умилостивление нашей греху. И вот эта кровь единственного сына, она перевесила намного. Все, все, здесь миллионы за две тысячи лет. За две тысячи лет. Ну здесь смотри, сколько до рождения Христа. Сейчас, когда было учреждено, ну вот смотри. Так. Ну да, это полторы тысячи учреждения закона Моисея. Полторы тысячи, плюс-минус до рождения Христа. Принесили жертвы. За полторы тысячи. Ежегодно, ежегодно, постоянно. Ну там вообще на Пасху что стояло? Ну умилостивление одной единственной личности, крови Иисуса Христа, жертвы Его, оно намного ценнее, намного драгоценнее, чем все вместе взятое. Все вместе взятое. Друзья, поэтому вот когда мы поклоняемся Иисусу Христу, для нас Иисус Христос – это не календарная Пасха по календарю. Пасха по календарю. Ну вот надо галочку отметить, яйца покрасить, куличи эти осветить в Пасхе, то есть в церкви пасхальной. Но для нас личность Иисуса Христа – это живая реальность. Живая реальность. И почему подлинные христиане, я называю евангельские христиане. Пастор, последние несколько лет я переформулировал свое, так скажем, переформулировал, говоря о христианстве, я всегда добавляю евангельское христианство. Это в словосочетание, потому что, ну христиан очень много, христиан очень много. Главный батюшка православной церкви в России благословляет на убиение на сегодняшний день. Убивать нацистов. Убивать нацистов. Очищать землю от нацистов. Уничтожить Украину. Ну разве это христианство? Да нет. Это в кавычках христианство, но это не евангельское христианство. Это не евангельское. Мы наоборот, мы исповедуем, мы проповедуем, мы провозглашаем жизнь, а не смерть. Потому что Христос провозгласил жизнь. Христос провозгласил. Как ты верно подметил, Христос был первенец из умерших. Первенец. То есть все, к чему дотрагивался, к чему прикасался и прикасается Иисус Христос, это не к смерти, это к жизни. Это к исцелению, это к воскрешению, это к восстановлению. Вот я вспоминаю, где-то я читал эту картину. Я дам тебе слово. Великую Отечественную войну в Германии. Было разрушено, там Германия до войны, это же был красивейший город. Я имею в виду страна и сам Берлин, красивейший город, старинный город. Культурный. Культурный. Там было много лютеранских церквей. Много. И вот красивейшее здание одной из ведущих лютеранских церквей Германии было разрушено до основания. И вот стоял отец, стоял с ребенком. Это же вы, так сказать, оставили на страницах летописей свидетели. Ребенок стоял у разрушенной церкви со своим отцом. И девочка, по-моему, шести-семи лет. Было полностью все разрушено. Полностью, до основания. Просто руины, ничего не было. И отец говорит, доченька, видишь, к чему привела трагедия войны? И говорит, может ли быть когда-нибудь такое разрушение быть восстановлено? Потому что практически то, что сегодня в Мариуполе, это Берлин номер два. 90% домов разрушено. Многоэтажных. Спалины. Разрушено просто, сравнено с землей. Такой Берлин был тоже. Такой Берлин был. Говорит, может быть, такое разрушение кем-то быть восстановлено? А девочка заметила, что из этих развалин, из груды этих камней, камней, просачивается красивый-красивый этот цветок. Такой красивый. Она говорит, папа, смотри, смотри, говорит, смотри. Откуда оно могло взяться? Откуда оно? Так и произошло. Было восстановлено это, мы говорим о здании церкви, но в этом символ есть глубокий. Так и церковь, она всегда восстанавливает. Так и Христос жизнь восстанавливает. В массе этого разрушения, этого хаоса, в массе смертей, все-таки есть вот это вот. Есть надежда, что изменится ситуация. В этом-то и принцип Пасхи, что будет изменение. Будет изменение. Будет изменение. Продолжай, Пасхи. Христос, Господь царствует. Иногда вот среди всего этого хаоса кажется, а где Бог? Почему он допускает? Ну вот он допускает. Я лично, у меня люди спрашивают, я не могу, там говорят, да там это зато на Украину, что они слава Украине говорят. Я не думаю, пастор Юрий, ну в основном страдают регионы, где там не говорят слава Украине. Воскочные регионы, это где находится самым большим ударом и Мариуполь. Русскоязычные люди, они там не сильно Украину славили, там русский народ жил. Ну вот постигло такое бедствие. Написано, не может человек постигнуть дел, которые Бог делает до конца. Мы не можем, но Бог допускает. Я думаю, почему наш, я сам украинец, уже 30 лет здесь в Америке прожили, но я переживаю. Это моя земля, это моя родина, родина моих предков. У меня там родственники, близкие родственники живут, плачут, дети их нет, не знают, куда прятать. Бомбы, снаряды рвутся, атакуют из воздуха, из кораблей и посушивают. Мощные современные удары, взрывы, разрушаются города. Страшный идет напор этой вражеской силы на мою родину. И как бы, почему на нашу землю, наша Украина, сколько наш народ пережил. И революция в 17-м, я только беру за прошлый век, революция. Потом 33-й год, искусственный голодомор. Миллионы людей просто умирали из голода, не в голодное время. И все это целенаправленно делалось. А потом террор НКВД. Да, террор НКВД. Четыре года отечественная война. Страшная война. На Украине погибло миллионы людей. Погибло на Украине. Я помню, в детстве мы на городе там выкапывали все, что перекапывали. Огород, лопату. И пули находили. Я помню, в детстве говорю, мама, я пулю нашел. Немецкая пуля, там по-немецки написано. Снаряд, корни прямо как бутылка. Мои дети били, папа. Нашли этот снаряд. Вот была война. Такие воронки от бум. Прямо возле нас, где мы жили, мы дети в детстве. Там и санок зимой там спускались туда, в эту яму глубокую. Большая война. Потом эти все преследования сталинских времен. И верующие, и не верующие. Всякое инакомыслие. Миллионы людей были уничтожаемы этим режимом. Вот. Христиане и нехристиане. В сравнении со всем миром, мне кажется, наш украинский народ, это самый многострадальный. Я, Господи, почему такое? И сейчас такое мою родину постигла. И мне такие мысли приходят. Написано, что праведники плавятся в горниле страданий. Вот Бог благословил Украину, житница всего мира. Народ наш, мирный народ. И вот сколько свобода пришла, сколько евангелистов, сколько такого евангельского движения пошло. И ты же сам, ты же с Украины, ты с Нововолынска. Вот импакт телевидения. Вот славяне опять. На весь мир, по всему миру говорят. Ни с одной республики, ни с Молдави, ни с Белоруссии, ни с Россией. Так много не поехало. Евангелистов, проповедников по всему миру, как с Украиной. И хлеб земной дают, и духовный Украина дает. Бог дал такое большое пробуждение на Украину, когда распался Советский Союз. Я верю, что Украина это зеленеющее дерево. И вот эти все, что постигает, вот эти страдания, наш народ. Не грешнее наш народ. Минодавно они такие, Бог там, вот на них это все. Нет. Бог любит Украину. Ну вот, в горниле, как золото плавится, золото очищается, или серебро. Оно плавится, оно мягкое встает. Вся, выходит все. Внаружи все нехорошее, всякая нечисть. И я верю, что в этих горнилах страдания, Бог Украина, сердце Украины плавится. И Бог еще явит славу свою. Я так, я за Украину, пастор. Я враг пришел на нашу землю. Но Бог уже, я слышу, некоторые пастора из Украины говорят, Бог уже видно, торкнулся нашего народу. Духа народа. Христиан все, все защищают, молятся. Посты по трое суток без хлеба из воды. Говорят, пост Есфири, Мардохея. Просто, Господи, и не молятся просто, чтобы некогда дворожом война осталась. Нет, Господи. Нет, ты уже весь мир. Удивляются. Я на работе, работаю в школьном дистрике. Высокое начальство пришли ко мне и говорят, что на вас происходит? Мы с вами. Может, вам трудно психически, морально? У вас там родственники? Какая-то помощь? Скажите, мы готовы помочь от школьного дистрика, когда 80 школ входит в Сакрамент. Может быть, вам трудно морально? Можете дома оставаться? Не приходить на работу? Мы вам все будем платить так, как надо. Поддерживать. Мы с вами. Мы с Украином. Весь мир. Никто не ожидал. Вторая армия в мире. Казалось бы, а сейчас там, они же думали так, там, цветами встречать будут. Ждут там. Все такую ложь преподнесли. Там нацисты. Какие нацисты? Еврей, президент. 70% людей выбрали его. Свободная страна. Хочет свободы. Свобода для христиан. Расстроятся красивые церкви. Особая их свобода для христиан. Но они пришли. Один даже неверующий говорит, как там корреспондент там в Буте, говорит, как будто демоны сада вырвались и по украинской земле. Пробежало стадо демонов. Женщины насилуют. Детей насилуют. Подвалы разворовывают. Компьютеры и всякая электроника с домом. Просто воруют раками и вывозят. Оттуда что это такое? Что это за армия? Какое-то нашествие, какой-то нечисти на нашей родной земле. И я слышу на Украине пастора говорят, мы молимся. Не просто, да, война, чтобы кровопритесная, но мы молимся. Уже весь мир видит, что Бог, как бы, ну, мы же видим, где Украина же не нападала. На нее напали. Разрушают. Говорят, со второй мировой войны самая большая война. Такой не было войны. Большая страна, 40 миллионов. Со всех сторон летят бомбы, самолеты. Танки прут просто. Современное оружие идет. Но не получилось. 40 дней Украина стоит. И молятся за Украину. Весь мир молится, наблюдает. Я вижу, что Бог что-то делает там. Это зеленеющее дерево. И я так тоже присоединяюсь к этому лицу. Господи, не просто, чтобы война остановилась, но чтобы Украина победила. Чтобы Украина не была заневолена, сказать, чтобы не попала под какой-то режим. Очередной. Поставленной очередной. И контролировали страну, и навязывали, и забрали свободу, право, свободу слова. Чтобы Украина победила. Чтобы установился длительный мир. Не так, что чуть-чуть, а потом опять они пойдут. Чтобы Бог дал основательную, сильную победу Украине. И чтобы весь мир увидел. И сказал, что есть Бог на небе. Как во все времена мы видим Бог. И мы видим уже, в стане врага совмешательства, арестовую самых больших генералов, офицеров в России. Не могут на них, в армию не хотят идти люди. Потому что их же бьют там, в них думали вторая армия в мире. А там все разворовано. Техника, все такое старое. Много такого есть, да. И вот происходит то, что происходит на Украине. Но я, Пасха, мы говорим сейчас, Христос воскрес. И Украина, там очень христианство много есть. Сильного христианства. Молятся, постятся люди. И я так верю, что и наши молитвы Бог слышит. Что Бог даст победу. И Украину Он благословит. Как ты сказал, что тот цветок вырос. И я верю, что Бог может. Потому что весь мир помогает. Деньги, миллиарды долларов на Украину дают. Другую страну. Они обрезают от всего. Санкции просто изолируют. От всего мира изолируют. Как такое могло произойти? Как вы могли такое... Даже если там нацисты. Что вы делаете? Нападаете на страну. Разрушаете города. Харьков. Русско-говорящие люди там живут. В Мариуполе. На Донбассе там много городов. Русские люди живут. Все уничтожают. Бьют, разбивают. Что это за армия? Весь мир просто в шоке. Что они делают? Что они делают? Это в центре Европы. В центре Европы. И я верю, что Бог восстановил разрушение после Второго Мира. Это цветок. Может быть, Украина станет такой современной, развитой. Помогут. Мир поможет. И Бог, я верю, благословит Украину. Христос воскрес. Христос есть жизнь. Бог любит Украину. Бог любит наш народ. Бог есть милующий. И я говорю, Господи, не дай успеха коварным замыслам. Не дай, Господи, благослови президента. Благослови всех тех генералов, солдат. Я слышал про одного солдата украинского, который не было выхода, пруд, колонна танков, вооружение на мост. И нужно было подорвать мост. И нельзя было никак подорвать, чтобы просто уже там сделать. И все нужно было сделать быстро возле Киева. И он сам пошел туда. И взорвался. Мост взорвал. И он себя. Чтобы не прошла колонна. Город миллионы людей в Киеве сохранил. Но жизнь отдал. Пастор, любого не на диване, I love you, мы говорим. А любого, кто душу свою за людей полагает. Этот человек душу положил за миллионы людей. Себя в жертву отдал. И я верю, что Бог милостивый, Бог добрый. Бог помилует наш народ и благословит. Этот цветок расцветет. Спасибо, пастор Павел. Пастор Павел Распатнюк с нами в эфире. Друзья, вы заметили, что мы говорим очень прямо. Очень прямо говорим, называя вещи своими именами. И по-другому мы просто не можем. Мы не можем называть черное белым, а белое черным. Мы не можем называть смертью, что это жизнь, а жизнь, что это смерть. Мы называем так, как есть. Так, как и Писание говорит. Из уст священника исходит видение. Видение должно исходить. Не приспосабливаться, не стараться как-то так вот. Ты знаешь, по началу этой войны я имел общение с рядом российских пастырей. Епископов известных. Они очень так вот подходили, так лавировали. Потому что Россия же издала закон. Если что-то неправильно сказал, 15 лет тюрьмы. Ужасный закон. Христиане. У меня друзья, с которыми я как-то думаю, если вы это поддержите, вы видите, что происходит. И вы говорите спецоперации. Христиане. Христиане. Насколько эту пропаганду они обработаны там. Там же нету свободных средств массов. Все только правительственные говорят то, что хотят. И обманывают людей. И верующие люди, образованные люди. Попадают под этот обман. Попадают и говорят, а мы же там вас спасаем от нацистов. Какие нацисты? Что с вами? Обманутые люди. Не видите, что вы делаете в нашей стране. И поначалу они так лавировали, боялись говорить. На днях, снова разговариваем. Не на днях, буквально вчера. Открываются глаза известнейших епископов. Открываются глаза. Да ты что? Да, открываются глаза. Даже видные, известные. Даже видные, известные. Да, которых ряд наших зрителей, они видят на импакте. У них открываются глаза. И один из них, прямо мне вчера сказал, говорит, «Мы встречаемся в Москве, потому что происходит что-то непонятное для нас». И я говорю, слава Богу, что Бог открывает глаза. Ты не можешь вести братоубийственную войну. Ты не можешь вести братоубийственную войну. И по отношению к братоубийственной войне, которая была между Каином и Авелем, там было принесено в жертву Авеля одного. Одного. А здесь десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей. То есть, если брать на чаши правосудия или равновесия, так здесь истребляется целый народ. То есть, это явно братоубийственная война. Каин убивает Авеля. Я даже в ньюслеттер я отправляю ежемесячно. И это я писал, что это тот же самый Каин убивает Авеля. Но масштабы убиения, убийства, масштабы войны между двоих этих, так называемых, братьев, это колоссально. Современное оружие. Страшное оружие. Сейчас гремит еще, так сказать, новость о атомном оружии. То есть, начинает уже, что можем применить атомное оружие. Поэтому, друзья, вы обратили внимание, что мы не к войне, мы к миру. И мы сосредотачиваем ваше и наше внимание, что только единственная надежда для человечества – это Христос. Это Христос. Христос заклан за нас. Это наша Пасха. Так написано. То есть, примирил с собою мир. Написано, что Христос примирил с собою мир. Мы же понимаем, что то примирение, или перемирие их называют. Вот сейчас достигают перемирия. Давайте будем делать перемирие. Мир и перемирие имеют один корень, но имеют разное значение. Перемирие для того, чтобы оружие перезарядить, подвести боеприпасы и по-новому ударить. Но когда Христос говорит, мир мой даю вам, я есть мир, то есть мир мой даю вам, Христос не о перемирии говорил, он говорил о примирении с собою. И дал нам слово примирение, о чем апостол Павел говорит. Христос – мир наш, который соделал из обоих одно. И вы знаете, если бы этот князь мира, о котором Писание говорит, если бы он был частью Российской Православной Церкви, московского патриархата, главный патриарх не отправлял бы, не благословлял бы, стоя у платформы этих эшелонов военных, он стоит и… Благословляет. Не просто благословляет, брызгает какой-то водой на танке, брызгает. Какое умопомрачение, какое замешательство. Благословляет святой так называемой водой эти танки, чтобы они побольше убивали украинцев. Если бы князь мира был частью в их мировоззрении, философии, религиозной, не отправляли бы, они бы во весь голос бы кричали, что мы делаем, что мы делаем. Это же славянская нация, одна нация. Поэтому, друзья, мы акцентируем ваше и наше внимание, чтобы все-таки примиритесь с Богом. Я обращаюсь к россиянам. Некоторые россияне пишут нам, не некоторые, а ряд из них пишут, имейлы присылают. Я обращаюсь к вам, россияне. Бог да поможет открыть вам глаза. Откройте глаза на действительность и на происходящее. На происходящее на европейском континенте. И ты знаешь, я еще несколько слов. Когда ты говорил... Говори, говори. Смотри, смотри. Даже в своих речах ряд из духовных лидеров в Америке и в Украине свои гипотезы и свои варианты, почему это произошло. Кто-то говорит, что Бог борется с дьяволом, и поле битвы – это Украина сейчас, территория Украины. Правда ли это? Отвечу сейчас, чуть позже. Вторые говорят, что Бог наказывает, как ты говорил, Украину. Да. Ты верно подметил, за что наказывать? Ну, если бы за богоотступничество, ну, Европа должна быть наказана. То там вообще, там уже не пару лет, там уже последние 50-70 лет, там идет сплошное богоотступничество. Ну, тогда бы Европу надо было наказывать. Третьи говорят о том, что все-таки это Бог допустил с тем, чтобы все-таки преобразовать Украину. Снова поднять этот... Расплавить ее. Расплавить. Сердце украинского народа. И потом его обновить. Где же правда? А я вам скажу, правда где-то посередине. И в первом случае то, что я говорил. И во втором, и в третьем. Правда где-то посередине. Правда где-то посередине. И те правы, и те правы, и те правы. Поэтому, друзья, категорически в этом плане... Я никогда не выступаю в роли такого категорического арбитра. Никогда. Я понимаю, что над всем есть Бог наш, который ничего не выпустил из своей руки. Это он не где-то заснул, задумался, где-то он растерялся. И здесь что-то начало происходить. Но он же все же контролирует. Он все знает. Я люблю говорить о том, что он все знающий, все разумеющий, все видящий, все предусматривающий. То есть он ничего из своей руки, ничего не выпустил. И Бог допускает страдания, пастор. Несомненно. Мы за Украину говорим. Почему? Бог наказывает. А кого Бог не наказывает? Всех. Бьет всякого сына, которого принимает. И нас Бог наказывает. И нас Бог дисциплинирует. Написано, что если остаемся без наказания, то что? Незаконные дети. А если мы законные дети, Бог нас наказывает. Бог допускает. В жизни написано, праведники плавятся в горниле страданий. Божьи святые люди. Иосиф, Давид. Сколько пережили страдания. Сколько. Кажется, Бог. Почему ты им? Да что ты их наказываешь? Что ты Бога наказываешь? А вот Бог допустил. Страдает человек. Плачет человек. Плачет Украина. Страдает Украина. Но в конце Бог написано, благословил Иова. Во много раз. Лучше, чем да. В последующие дни более прежних благословил. Все восстановил. Все дал. Но допускает Бог. И в жизни каждого человека, у праведника много скорбей. У Давида много скорбей было. У апостола. У всех святых. И у вас, и у меня много скорбей. Бог допускает. Бог нас как-то плавит в этом. Хочет что-то из нас сделать божественно, хорошее. Как горшечник. Лепит сосуды из нас для своей славы. И я верю, что и горшечником, он как горшечник и Украину лепит для своей славы. Бог любит Украину. И он видит эту жестокую войну. Он видит этот обман. Он видит, как эти силы ада вырвались. Он допустил на какое-то время. Но он и положит предел. И скажет, хватит. И все поставит на свои места. И прославится его имя. Аллилуйя. Пастор, смотри. Давай чуть поговорим. В частности, ваша церковь. И целый ряд церквей. Широко открыли и свои сердца, и дома, и двери, и кошельки для беженцев с Украины. Я слышал вчера целые автобусы, чуть ли не целые эшелоны. И сегодня очередные автобусы пошли. Очень большое, пастор. Ага. Большое расположение к людям к Украине. Обычно южная граница американская. И беженцы с разных стран идут. Но по закону их останавливают. Не так просто пройти границу. Но в связи с тем, что в Украине происходит, и как Украина сейчас стоит, весь мир как бы полюбил Украину, полюбил украинский народ. И к этим людям особенное доброе отношение. Сейчас тысячи беженцев, которые из Украины, приезжают сюда, в Тихуану, приезжают самолетами, и там им дают стадионы, полиция их охраняет. Мне вчера мой друг там с ними поехал, Сиэтла там находится. Полиция охраняет, их там кормят. Туда верующие приезжают, помогают. Много людей, христиан из Калифорнии, из Америки приезжают в Мексику. И их пускают сюда, в Америку. Пускают в Америку. В этот понедельник, на прошлой неделе, наш автобус церковный, 50-ти местный, большой автобус. Привезли полный автобус людей в Сакрамен. Разбирают христиане по домам. У нас в церкви раз в неделю, в Вифане, может быть, кто-то смотрит нас сейчас. Помогаем, специальная программа, большие суммы денег выделяется. То, что на Украину, там, в города, на беженцах. Три миллиона людей, беженцы, украинцы, которые пересекли границу. Десять миллионов дисплейст, которые просто сдвинулись с востока. И везде скитаются внутри страны. Большое движение. Люди просто, чтобы жизнь спасали, чтобы остаться живым. Все потеряли, все оставили. Бегут. И Америка принимает. 50 человек привезли позавчера. Опять вчера автобус уехал. 50-ти местный. И 15-ти местные автобусы поехали. Привозят людей. Помогаем. Раз в неделю у нас при церкви есть специальная программа для беженца. Они туда приходят. Их кормят там. Помогают люди, верующие христиане, свозят. И мебель, и стиральные машинки, и сушилки, и плитки, и одежду, и обувь. Ну все, что... Даже машины люди жертвуют. Старенькие поддержанные машины. Привозят кому надо, дают машины. Поддерживают, кормят. Вот. То есть, если кто не знает, вот каждую среду в Вифане в церкви вечером в 7 часов есть эта встреча. Вы можете прийти. И их инструктируют, как дальше, как на работу. Потому что они приезжают как беженцы, без ничего. Юридические вопросы всякие. Нелегальные люди приехали, но Америка их принимает. И сейчас на уровне правительства решаются вопросы, что им будут пособия выдавать. Будут способствовать им. Но так сейчас все это быстро идет, что пока еще таких законов даже нет. Пока люди, верующие, христиане помогают. И их инструктируют, как на работу устроиться. Как... Адаптироваться. Как адаптироваться, как детей в школу оформить. Как оформить документы, чтобы остаться здесь легально в Америке. Специальные службы, сотрудники приходят, христиане помогают этим людям. И не только в нашей церкви, в Вифане, наша большая церковь. Но по городу у нас больше 50-ти церквей, 50-ти, больше 50-ти баптистских церквей. И все церкви, и перед правительством объединившись, кодательствуют об этой ситуации, чтобы помочь людям. И на уровне церквей большие программы кормят, помогают. Мы христиане. Мы особенно в такой ситуации. Мы должны это делать. Мы не спрашиваем верующие. И американская церковь, пастор Capital Christian, самая большая церковь, пару недель назад, в воскресенье, раздают столы, стоят, и машины, просто колонны конца не видно. Не выходят из машин, подъезжают. Видишь. И им пакеты раздают, продукты такие хорошие. Три пакеты одну открывают. Украинцам. Всем. Они нас позвали, потому что говорят, много украинцев подъезжает, и они не понимают по-английски. И вы их туда забираете к себе, в Вифанию. И мы посылаем наших людей. И я был в одно воскресенье. Просто мы там находим наших людей и приглашаем их там, где язык, где они могут иметь связь с людьми. Но как американцы расположены, просто дают продукты, дают. А сверху пакета красивое Евангелие стоит. Слово Божие, Библия маленькая, с крестиком. Дают это в машине. Люди благодарят, помогают. Все помогают сейчас. Слава Богу, что Бог так расположил сердце Америки для Украины. Очень. Украинцы для них сейчас это очень такие люди благородные. Пастор Павел. Пострадавшие так невинно, несправедливо, нечестно. Такое, как бы сказать, нашествие такой навалы пошло. Геноцид настоящий. Геноцид. Страшно, что весь мир просто за голову люди берутся. Что они делают? Пастор Павел, больше месяца назад, сразу после начала войны в Украине, у меня был пастор Сергей Головей. Я задал ему вопрос. Прямо буквально пару дней после того, как началась война. Я задал ему прямой вопрос. Как ты думаешь, говорю, пастор Сергей, будет ли завсегдатель кремлевской администрации, которая в Кремле сидит, будет ли номинирован на титул военного преступника? Еще ж ничего не было. У меня уже на сердце было, что к этому идет. Потому что ты верно подметил, что прям как будто преисподние, как будто демонов выпустят в лице людей. Что они творят? Есть армии, есть армии, воюют во все времена, в истории, мы видим, римская армия. Благочестивый римский воин, Корнилий, слуги, военный человек, офицер, но он Богом, они как бы даже воюют, но по-военному. Военные воюют, не трогают цивильник, не трогают граждан. Воинам Иисус сказал, что не обижайте людей, жалованием довольны, но главное не обижайте людей, будьте добрыми людьми. Воины были. Но вот это, это не армия, это просто банда какая-то. Мирных, невинных старичков, женщин, детей насиловать, рабить, с подвалов все забирать. Пастор один из Киева, епископ, говорит, у них за городом там где-то 50 километров от города фарма есть, 20 овец было, там куры, все было. Как бы они держали там для всяких целей таких, чтобы помогать этих домах, которые, где наркоманы восстанавливаются. Говорит, все, всех овец перерезали, все поели, все, что это такое, это банда какая-то, это не армия, это открывает суть этого общества. Маты, там есть перехваченные разговоры, которые включишь, там три четвертых матов, редко нормальное слово, только мат на мат, мат. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено, и кто узнает его? И действительно, вот для этого общества нужно Евангелие, для этого общества, вот для такого. Бог любит, конечно, я верю, Бог любит русский народ, но вот были нации даже, которые опускались сильно низко, так опускались в аморальности, в безбожии. Даже религия, вот казалось бы, в Христа верят, вас вставляют на убийство, вы идите, убивайте от нацистов там. Что это такое? Так низко опустились. Но я верю, что Бог любит всех людей, и русских любит. Я верю, что и там Бог спасает людей. Дай Божье им покаяние, дай им прозрение, открой их мне глаза, чтобы они увидели, что они делают. Они остановились, и покаялись, и обратились к Богу. Пастор, ты говорил, что ваш дистрик, непосредственно, в котором ты работаешь, за последнее, за короткое время, 6 тысяч школьников. 6 тысяч детей. В Сакраменто есть несколько школьных дистриков, но именно в наш школьный дистрик ходит 80 школ, 3,5 тысячи учителей. И я там работаю, как бы, один из переводчиков, там документы перевожу, все такое. Но факт то, что нам на заседании сказали, что за последнее время, вот людей, такая волна идет оттуда, с наших регионов, что 6 тысяч детей зарегистрировали в школу, такого никогда раньше не было. А это же приезжают дети, у них же есть специальные программы для них есть, которые для изучающих язык английский. Их приводят в школу родители, они не могут так, как все дети. Есть специальные дополнительные курсы, где их учат языку английскому, проверяют раз в год, потом, чтобы они выходили на уровень со всеми свободно владеющими языком. То очень большое, как бы сказать, такое идет движение беженцев. И расположены американцы очень открыты принимать и помогать. Жив Господь! Друзья, мы с нашей стороны, это будет уместно выразить многим из вас, особенно те, которые в Украине проживают, наше искреннее соболезнование. Соболезнование, соболезнование в связи с утерей, с потерей, в связи с убиенными. Родные, близкие, дети, буквально тысячами находятся. После того, как эту орду, орду просто гонят с этого, с захваченных территорий, находят сотни, сотни, сотни в буче 450 человек. Буквально сбрасывали в братские могилы, в яму. Да, это уму непостижимо, что творится. Поэтому мы искренне сопереживаем, соболезнуем и сочувствуем искренне. И молимся о вас. Идут молитвы вас к вам, украинцы, за вас, украинцы. Идут молитвы к Богу постоянно. Почему? Потому что это близко нашему сердцу. Это дорого нашему сердцу. Большое горе. Большое горе, да. Много убитых людей, детей погибло. Да. А сколько хоронят солдат? Это десятки тысяч. Да, да, да. Молодых людей в святушем возрасте отдают жизнь. Я верю, что они в освободительную войну ведут. Они за родину, за родную землю стоят. Отдают жизнь молодые люди. Я верю, что там капелланы, пасторы, я слышу, там братья верующие, священники в Евангелии проповедуют, солдаты каются. Христа принимают. На передовой? На передовой. Христа принимают. И даже если погибает, Христос воскрес, они с Господом, в Царстве Божьем, те, которые Христа приняли, Господь дает жизнь. Друзья, наряду со всеми этими негативами, наряду с этими, это уже не просто военные слухи, наряду с этой войной, наряду с тем, что мы встречаем, вы встречаете в Украине, мы встречаем где-то, мы то в миниатюре, мы переживаем, но в миниатюре здесь, я это называю в миниатюре, потому что, ну, те, кто на передовой, те, чьи их дома разбомблены, разрушены до основания, а это 4,5 миллионов, это тех, которых были перемещаемы, беженцев 4,5 миллиона. Скитаются. Скитаются, совершенно верно. И некуда возвратиться, некуда возвратиться. Наряду со всем этим, друзья, как я говорил, мы скорбим вместе с вами, но вместе с тем, наряду со всем этим, нами, перечисленным с тобой, все-таки есть место для радости. В эти пасхальные дни есть место для радости. Просто для... Почему? Христос воскрес. С этим мы вас искренне поздравляем. И Он царствует. И Он царствует. Он всем управляет, ничего не вышло схода Его контроля. Ничего. Он все контролирует и все поставит на свои места. Все поставит на свои места. И последняя точка, как мы любим говорить проповедники, Бог будет поставить последнюю точку. И говорят, последняя книга, последние главы этой книги, последняя книга откровения, последняя глава говорит, что все-таки все будет хорошо. Все будет хорошо. То есть, Господь скажет последнее слово, Он поставит последнюю точку. На обломках человеческих цивилизаций, Он восстановит свое вечное царство, которому конца не будет. И мы будем царствовать с Ним в веки в веки. И последний враг истребится смерть. Смерть истребится. Дьявол будет скован, брошен в озеро Огненное. И все те, которые совратились вслед Его, написано, «Явится Господь с неба в пламенеющем огне, совершит отмщение над непознавшими Бога и непокорившимися Иоаннелем, которые не приняли любви истины для своего спасения». Друзья, принимайте Христа, Пасха, Христос воскрес. Поверьте в Него, покайтесь в своих грехах. Примите Его в свою жизнь, и Он даст вам вечную жизнь. Запишет имя ваше в книгу жизни Агнца. Видите, друзья, у нас больше причин для радости и торжества. У нас больше причин для мажора, чем для минора. Намного больше. Потому что Христос живет в нашем сердце. И не какая-то религия. Это не простой ежеси на небесе. Но Духом Святым мы слышим Его голос. Мы видим Его дела. Мы ощущаем Его. Мы живем Его. Мы видим Его. И это вселяет в твое сердце. И в ряд последователей в сердца, последователей истинного христианства, как и нас вселяет все-таки надежду о том, что все-таки Господь царствует. Господь – сила твоя. И добро победит зло. Свет победит тьму. Господь даутвердит и сделает тебя непоколебимым все-таки. Пастор, я попрошу тебя просто совершить молитву. Мы сейчас встанем на наши ноги. Совершим молитву. Мы благословим наших зрителей в этот период прекрасных этих. Величайший праздник. Это праздник победы. Это праздник настоящий. 9 мая и рядом не стояло. Потому что Он принес победу для всех поколений. Для всех времен. Для всех поколений. Для всех народов. И для всех континентов. То есть Он принес победу. Это настоящий праздник победы. С чем мы вас и поздравим. Пастор, мы встанем на ноги. Я попрошу тебя совершить молитву. Господь, Боже, в эти дни преддверия величайшего христианского праздника. Праздник Пасхи. Пасха, что значит избавление. Это Иисус Христос, наш Избавитель, который пришел на эту землю. Умер за грехи мои, за наши грехи. Отдал себя в жертву. Возлюбил нас. И на третий день воскрес из мертвых. Разрушил смерть. Явил нам жизнь. Явил нам нетление. Он есть первый из умерших. Никто не воскресал. Но Он воскрес. И сказал, и я вас воскрешу в последний день. Все те, которые поверили в Меня, приняли Меня. Господь, я благодарю тебя за Евангелие. За эту радостную вещь. Что миллионы людей по всему миру, они утешаются этим. Что есть надежда вечной жизни. Среди скорбей, среди трудностей и испытаний земной жизни. Мы знаем, что будет новая жизнь. Будет вечное царство Господа. И встреча с нашими близкими. Боже. И мы также молимся за Украину. Иисус. Нашу, мою родину земную. Где я родился. Где я прожил большую часть своей жизни. Боже. Пришла беда. Боже. Плачут матери. Гибнут молодые юноши. Парни. Господь. Боже. Разрушения. Лишаются жилья люди. Господь. Боже. Такое горе. Такое страдание. Господь. Боже. Утешь этот народ. Поддержи. Господь. Этот народ. Боже. Дай им победу. Дай им устоять до конца. Господь. Боже. Объедини этот народ. Благослови Украину. Господь. Боже. Иисус. Останови. Я знаю, что Бог. Это дьявол делает эту войну. Это все от дьявола. Это сила, которая пришла на Украину. Господь. Боже. Чтобы принести разрушение, смерть и горе. Ни за что. Этому мирному народу. И так многострадальному. Боже. Благослови Украину. Благослови президента. Благослови народ Твой. Господь. Сохрани. Господь. Боже. Во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя. Аминь. Аминь. Пастор. Спасибо. Пастор Павел Распатнюк был с нами. Бог да благослови. И в вашем таком благом и благородном деле. В Ифании. То, что вы делаете. Протягивайте руки тем, которые обездолены. Момент такой. Пришел. Не думали. То мы туда миссионеров посылали. А сейчас они сами идут. Сами идут. Сами идут. Поэтому Господь да благослови Тебя и Семьи Вас. Спасибо. И Твое служение. Спасибо. И работу. Еще раз. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос любит вас много и велико. Мы также любим вас. Будьте благословенны. И оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»